Доброе утро! С вами Авер Станкевич и наша ежедневная передача, которая называется «Завтрак с Библией». Сегодня коснулось очень вот это место из Писания, глава 8 Евангелия от Матфея, 2 и 3 стих. И вот подошел прокаженный и, кланяясь ему, сказал, «Господи, если хочешь, можешь очистить, можешь меня очистить?» Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал, «Хочу очистить». «Очистись». И он тотчас очистился от проказы. Знаете, мы очень часто думаем, что Бог приходит к нам для того, чтобы очистить нас по умолчанию. То есть, ну вот мы пришли, покаялись, и он нас очистит. Но, вы знаете, вот этот стих мне показывает, по крайней мере, ну, так я его чувствую, что мы, когда приходим к Богу, мы все-таки должны попросить его, спросить его, хочет ли у нас очистить. Потому что бывает, что мы встречаем людей, которые вроде бы покаялись, вроде бы и произнесли слова, что принимают Иисуса в сердце своем. Но написано также в Писании, что никто не может назвать Иисуса Господом, только как в Духе Святом. И я вот в этом стихе вижу очень простую вещь. Дух, который пребывал в Иисусе и который пребывал рядом с Ним, коснулся этого прокаженного настолько, что он понял, что это Господь, и назвал его Господом, и попросил его, если тот захочет очистить его. И Иисус не спрашивал его, я очищу, не говорил ему, я очищу тебя, если я очищу тебя, потому что он просто сказал, хочу очистить. И в тот час очистился от проказа. Проказа – это болезнь, которая, ну, тогда считалась проклятием. И если на человеке была проказа, то он считал, что он проклят Богом. И понятно, что исцеление прокаженного – это было сверхъестественным чудом для многих. И вот этот человек в Духе просит у Иисуса, называя его Господом, не хочешь ли ты очистить меня, или если хочешь очистить меня. И Бог, человеку, который в Духе называет Иисуса Господом, который подходит к нему и говорит, очисти меня, очищает его. Он без всякого брека, без всяких условий, просто очищает и все, снимает с него это проклятие, которое было на нем. И так и сегодня, если мы приходим к Богу для того, чтобы рассказать Ему, какие мы грешники, то есть исповедаться перед Ним. И рассказать Ему, какие мы там нехорошие, для того, чтобы просто сказать, ну, я же рассказал Богу, теперь он в курсе, а Дон и так в курсе. Он в курсе всего, Он видит наше сердце, Он видит сердце каждого из нас, Он находится везде. Мы живем в Нем, поэтому Он знает точно, каково наше сердце. И мы не можем просить очищения от чего-то, если мы в Духе не называем Иисуса Господом и не спрашиваем Его, хочет ли Он нас очистить. И только если вот это произойдет, вот эти стечения этих двух обстоятельств, мы будем очищены от всех наших грехов, от всех наших проклятий. Потому что Иисус в один день, в один час взял с собой на крест все наши грехи, все наши проклятия и все грехи верующих людей, все грехи неверующих людей. И единственный грех, который нам вменяется сегодня, это неверие в Бога. И человек, который приходит и в Духе Святом называет Иисуса Господом Своим, он автоматически очищается от грехов, если просит об этом у Бога. Потому что Бог уже это сделал, нам нужно просто это признать. Нам нужно спросить, хочет ли Бог видеть нас в Царстве Своем. И если Он хочет видеть, а Он очень хочет видеть, потому что Он для этого послал Сына Своего Единородного, Он очистит нас моментально. Но мы должны прийти в Духе, назвать Иисуса Господом Своим и попросить Его очистить нас. Только после этого это произойдет. Ну вот, в общем, то, что меня сегодня коснулось, я думаю, что я передал то осознание, которое ко мне пришло. И слава Богу, что оно пришло. Пусть Ваш день будет благословенным сегодня и каждый последующий. Приходите завтра на очередной выпуск нашей программы «Завтрак с Библией». С Вами была Вера Станкевич. Хорошего Вам дня. Пока.